Иван Чутасов, который с аспектами прибрался в Сиропорку, уже лет 5 у нас живет. И для педагогов, и даже ваша прокурная слуга. А совсем недавно пришел такой вот сборник, я показывал, что я его, наверное, мало кто это видел. Это нежепотый альмонах, на самом деле, молодой Петербург. Меня просто попросили составить для этого альмонаха впервые авангардный раздел. И в этот раздел включены, причем не только собственными текстами, то есть там есть тексты Ресея Прикунда, Александра Кондратова, Абитис, Хаффа, и Александра Оякова, по насчетам с классиками. Сначала идут права латыки, Дмитрия Абалиани, ну и уже к классикам ищи, чтобы петельские авторы Александра Кондратова и Александра Кондратова, который, надеюсь, тоже меня слышит. И он еще слышится. Спит, спит еще. И Гера Лукум, почему я тоже очень рад, по разным причинам публикация авангардных авторов, когда только авторов в этом альмонахе продолжено не будет. Ну вот такой опыт имел место. И Вадим Матинсков, вот о каждом из человечественных поэтов, есть статьи и статьи, и татьяна, которую мы сейчас смотрим, Сергея Бирюкова, который нам тоже что-то будет вам рассказывать, Бориса Шеврина, Александре Ольги, Корректор Ольги. Он о том, что Кирилл помнит там отрыв из разных материалов, там несколько авторов. Борис и Клинтергет. Борис и Клинтергет. А как раз татьяна будет младшество, где написал. Началось, что буквально пять лет назад мне позвонил знакомый тирантор, сдатель Алия Дмитриевна. Тут же по-какому-какому выяснилось, что «Ой, а у меня же тоже есть примером и моего друга Юрия Кашина». Но это к тому, что на самом деле, кому-никак больше, выясняется, что чуть-чуть не у каждого второго зеркорского института редактора, были какие-то один-два придумы, программы. Но мы будем говорить, что, когда тот снимается когда-то литература придумывая, очень привлекательная литература, осознанно, целенаправленно, по-либо мере, серьезно. Ну, надо вспомнить, помимо тех людей, о которых я уже говорил, Александр Кондратов. Книжки, наверное, показывают, насколько послезли. И на этот момент, после недели выкатило две отдельных книги. Скоро, будем надеяться издастся, ново-ритературная последняя, выйдет два больших тома. Книжки готовится отдельный номер знаменитого советского журнала «Рашни Битяще». И, таким образом, Сергей Кондрат, Александр Кондратов, был уже серьезный, и он остановился. То есть, разворот, взял процесс в истории русской литературы. А вот совсем недавно вышла книга, основа «Богатильная книжка», такая уже официальная, замечательного церковного поэта Павла Байкова. Очень жалко, мне очень жалко то, что я сам смог бы приехать с вами за ним. И в Шибе, ну, и он что-нибудь приехал, и парня Байков, и «Богатильная книжка», можно было бы позвать книги антидературы, которые при домах пишутся там в блогах, включая их в свои книги, и вот, например, была у меня такая книга «Плодиси с каркозия», которую он же сам и оформил, включили по-поэту, но и архитектором, художником. И вот хотел еще вам показать книгу Лилифа Байкова, который недавно уже вышли из этой фототехнической литературы. Это называется «Страна». Она так и называется «Страна Саны». И то, что касается тех авторов, которые, как я, помню, я тоже такую назвал, на родине Атиховой, Бак Чудасова, Бабалова, Байкова, все они прошли в «Пятый дом» нашего антологии «Текусы». Вот здесь собрали сочинения, которые уже готовы на «Пятый дом» и «Пятый дом» должна быть создана печать. Ну, интересно то, что, скажем, тот же Павел Байков и Илья Олегов пришли в эту антологию как раз не какими-то рекомендаторными техскими элитромами, а, ну, таким традиционным и дефекциональным стеканом. Ну, скажем, большую подпорку Илья Олеговича Дневкова я впечатлил в последний номер журнала «Втума». По-моему, подпорка очень дальше, очень интересная. Она называется «Одна», в такой очень значимой строчке. В наше время, ставшей сочинно ритуальной, звучит это так. «Ссорясь, не перебенься, брос». Ну, как были названия подпорки. А еще, пока вот я смотрел какие-то истории, что-то вспоминал, и попался интервью Владимира Монархова, которого, наверное, вы, если вас знают, по фестивалю Перми про Москву, по Москве, перечел, может быть, другие игры, а также проводились мы сегодня. Вот, небольшой отрывок из интервью «Володи Монархова» с Игорь Фениковым. Для меня вся поэзия «Авангад», «Ушкин Авангад», «Лорг», «Авангад», «Волоский Авангад», «Авангад» – все, что смело скажу оригинально описать. Форма выражения, эрхимические вариации, наличие или отсутствие знаков перенанестили, метафорическая безощренность, вопрос второго. Традиционная форма нормальной безотворительности, классической эрхимологической стерявшимся, лишь более естественная форма выражения политической мысли, она не всегда будет существовать, не всегда будет преобладать, но всегда будут существовать и иные формы. Можно без сот, даже вообще без сот. Как-то мы в Северстве не образила поэма «А», «Супина», составленная из одних цифр. Один, два, ниже, три, четыре, еще ниже, пять, шесть, ниже, семь, восемь, далее, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать. Ведь понятно же это о чем? Отрадите не парности, а одиночестве, о драме того, кому попал в птической игру и тринадцатой нотой передуши, как далее и тому подобное. Ну, будем надеяться, поскольку тут появляются уже какие-то издания, что те, куда включаются большие подпоры, одноподные, и наместятся, начинают те просто основных кандидатурных акторов включать, что процесс уже пошел, не остановились потом. Я хотел бы вспомнить еще об одном замечательном поэрисе, который тоже недавно ушел в жизни, но уже чтож не знаю, время и время, и получается в этом году, вспомнил в четвертой, в третьей раз уж точно, по-моему, уже четвертой. Это Геннадий Григорьев, который был не только замечательным поэрисом, но и литературным поэрисом, который приходил в противоказе на занятия секцией поэрисе, имею в виду, что у вас, ребята, тут еще пришел. Он здесь не был за своим поэрисом и поэрисом, замечательным поэрисом, но и анаграммами, простого со всеми анаграммами, которые даже зарабатывал на жизнь. В то время он концептировал, делал полные анаграммами, давал предсказания, делал предсказания, таким образом зарабатывал на коньяк, подарки дамы. А анаграммы, например, такие. Как он проанаграммировал Виктора Степановича Черномырдина. И получилось просвертит, величина, рыночь. Ну, это только в свое время, конечно, точно, актуально, забавно. Но мне гораздо больше нравится, как он проанаграммировал самого себя. Геннадий Анатольевич Григорьев. Городичный гений. Вера, огонь, ад. Ну, есть еще варианты, очень известный. Он иммиграл. Его ближайший тот писал, еще хороший год, «Без дорогой литературой полей». Известный поэт, русский переводчик. Он написал целый курс русской литературы под названием «Плутинная кавань калонкуриня». То есть, тот целый курс русской литературы написан в голову. Зоволь себе, конечно, тоже очень интересно. явление. Я еще хотел напомнить о том, о котором, честно говоря, и сам забыл. Он всегда подостарился в этой стране. Хотя, вообще, поэт известный механик Грекс. Я выпишу в книгу «Мухи» и их ум. Вышла она в «Физиотографии», как предложение за Джордана «Монаха Петрополь», «Кеортическая монаха Петрополь». Одна из пяти книг, критических, которые угодили учителя господин посмертно, чьим его была книга о «Обродском», довольно ранее, в 1970-е годы. «Обродском». Замечательный поэт Грекс. Али Фио, написавший тут целую книгу поэндромов. Просто хотелось об этом сошелить, потому что как бы совсем выпал из более зрения поэси и сверху. Наверное, придется несколько слов сказать для себя. У меня вышла какая-то книга. Называется она «Саму-собой». Скоро рода исполнитель, имеющих заголовок, исполнительный номер три, и я вот на каждой экспертной у меня другой специальный отпечаток ставлю еще и гранюру, который сделал один из организаторов фестиваля замечательного Игорь Микер Вангин. И тот же Микер Вангин выпустил довольно уже давно я забыл ее достать, сейчас будет отдельно книжку отдельную книжку состоящую в своем доме ему понадобятся «Пендроны» примерно вот такого размера только в половине меньше вот такая вот совсем вот примерно вот так маленькая книжечка за «Пендроном». А вот книгу я буду представлять отдельно в Казани на третьем первом фестивале «Водомир». Он будет проходить с 17 до 20 «Водомире» в Казани 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 сюда вошли самые разные тексты из многих книг и традиционные и традиционные и и веронимы и красные и природы за сквозь ограничения тоже. Я понимаю, что мне нужно сгруппироваться, поэтому в конце я просто начну очень короткие по-настоящему притомы и с вами прочитайте «Илилил» «Хлебник» «А-Ир» «Дерево» «А-Верик» «Древо» «О-Г-М» «О-Г-М» «Ося» «Мясо» «Ели-Ел» «Ели-Ели» «Чуть» «Долго» «О-Г-М» «Или» «Тел» «Стоп» «Тел» «След» «Тел» «След» «Или» «МЫЛИ» «МИЛУМ РОЖУ» «У ЖОР» «Скучился» «Я» «Я» «Скучу ли» «С ВАМИ» «МАФ» «ИНАФИА» «ИНОФИА» «ИНОФИА» «Только с ним вместе сетим с одной стороны которой стоит ВИГДАР ПАНИЛЕРОВИЧ» «С другой стороны ВИГДАР ПАНИЛЕРОВИЧ» «ИНОФИА» 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 «Скучу ли» «ИНОФИА» 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 «ЦКИ« «ИНОФИА» «Нет, Дальше успеем всем огромным весом. Спасибо, Арсен. Есть ли вопросы в зале? Вопросов нет. Спасибо, Арсен. Пока. Пока.